здравствуйте дорогие мои зрители подписчики сегодня 11 апреля я пикирую перец это перец острый янка f1 посмотрите какие у них богатые корни сначала я принесла вот эти вот эти стаканчики 300 грамм хотела у них делать пикировку но потом передумала буду делать большие но здесь наверное пол литра может быть 600 даже грамм хорошие стаканчики 6 штук вы становится вот в этот ящик может быть это не экономно но с другой стороны перца будет хорошо расти я же выращиваю на продажу один килограмм перца у нас в прошлом году стоил 4 евро если я сейчас потрачу 4 евро на все эти горшочки то я думаю не слишком я разорюсь а весь этот торф останется у меня в теплице как-то там улучшает структуру земли короче я себя уговорила и буду делать вот таких больших потому что я уже так привыкла делать видите какой длинный вот так какой длинный корень я его сейчас немножко укорочу вот так примерно оставлю только две трети пусть растет вот так вот это называется настоящая пикировка и я обычно вот так кладу на бочок этот корешок чтобы корень не был очень глубоко заглублен пусть он где-то здесь на поверхности если немножко полить чтобы не проливать весь этот стакан или удобрить хотя я рассаду вот в таком в такой стадии очень редко подкармливаю но в этом году у меня немножко позже посева идут посадки возможно и что-то подкормлю сделаю так сейчас конечно я буду просто простой водой при поливать дождевой у меня дождевая вода набирается и я ношу ведрами каждый день почти по бочке ведер по 15 по 15 до до приношу в теплицу ну чтобы пока вот на этой стадии чтобы растением была хорошая водичка просто полью сейчас водой закрою газетой и пусть она стоит сегодня очень жарко ну а завтра откроете газеты уже наверное будет легче перцу и постоит не отлить 4 возможно потом пролью с фосфором чтобы укрепли чтобы разогнать корень как говорят теперь в интернете хотя это не обязательно при таком грунте если я пропущу эту подкормку тоже быть все нормально я никогда не сеяла в улитки в пеленке как там называют их я не вижу смысла вот посмотрите в одном таком горшочке вот здесь примерно перцев 50 штук и он уже растет полноценно видите какие корешки сейчас я вот так разбираю но я думаю не намного тяжелее чем из эти пеленки выбрать но этот перец уже когда пророс он уже что-то получил из этого грунта и тоже компактно растет в общем то я не понимаю вот этого принципа улитки но люди так их любят но ни разу не сеяла и наверное не буду сидеть потому что не вижу никакого смысла вот так сейчас разберу аккуратненько и все будет хорошо все равно мы корни немножко удаляем вот видите какой корешок я сажаю вот так немножко делаю углубление и так не очень глубоко закапываю потому что у меня теплица около дома а если кто-то живет в квартире ездить на дачу наездами набегами то наверное можно лучше этот корень посадить поглубже все таки там больше вероятность что он не пересохнет вдруг вы не приехали вовремя полить но у меня то все рядышком я тут постоянно в своей теплице живу вот так вот так сразу беру эту кучку это последним не осталось открываю и потом разделяю ну все закончила я получилось 15 ящиков по 6 90 и еще два стаканчика мне отдельно стоят 92 у меня было 100 в пачке в профессиональной 10 я отдала и вот еще 92 значит в профессиональной пачке все-таки кладут немножко дополнительные семена раньше я покупала 10 штук 3 евро а теперь у меня 100 штук обошлось 13 евро хорошо так покупать большие пачки но 70 это мои а 20 я уже отдам так что буду вращивать дальше сейчас прикрою газеты потому что жарко стоит и потом еще когда я начинаю что-то сеять в больших объемах или пикировку стаканчики мне вдруг захотелось они не в кассеты марина сразу спрашивает а куда мы будем ставить это сразу первый вопрос ты подумала игры нет не подумала зачем сейчас думать вот придет время и начнем думать ну ну она мне сразу вот так я решаю вопрос по мере поступления сначала здесь было совсем пустое место потом я сделал вот такой стеллажик для свеклы здесь свекла кстати под золой посыпаем золой не подумайте что она какая-то у меня ущербная сейчас сделаю еще стеллаж и поставлю перец вот такие плиты мне есть тяжелые конечно но очень удобные еле принесла сегодня я одна на хозяйстве помочь некому ну вот помощница шла со мной ну хотела бы помочь конечно своими лапочками и на этом я с вами прощаюсь до свидания